У первой городской больницы Керчи дежурят родные раненых. Кого-то уже пустили навестить своих детей, а кто-то до сих пор не знает, в каком состоянии находятся их близкие. Ведь списки пострадавших, которые более 50 человек, до сих пор не полные. Как объяснили в оперативном штабе, трудности возникли из-за тяжелого положения некоторых раненых. 10 человек попросту находятся в состоянии, в котором невозможно выяснить имя и фамилию. Их будут фотографировать и давать на опознание педагогам и близким. Справиться с тяжелыми новостями родственникам помогают специалисты Центра психологической помощи МЧС. 37 человек работают на месте, в том числе психологи из Севастополя, Москвы и Ростова-на-Дону. Также много обращений и поступают на горячую линию. Наши специалисты сопровождают следственные действия, которые требуют психологического сопровождения. Включая самую сложную, эмоционально очень тяжелую процедуру опознания. Продолжают дежурить специалисты на месте чрезвычайной ситуации. На настоящий момент больше 240 случаев оказания психологической помощи было зафиксировано. Конечно, большинство из них. Более 200 – это помощь, оказанная дистанционно посредством работы горячей линии. Но что известно достоверно, у госпитализированных минно-взрывные травмы. Устройство, которое принес в колледж преступник, было начинено поражающими элементами. Пропросту говоря, шурупами и болтами. Их находили как на месте взрыва, так и в телах раненых. Все вопросы по лечению власти Крыма берут на себя. Но после таких травм неизбежна длительная реабилитация. Сколько времени может понадобиться для выздоровления, расскажет Вадим Завоченков. Вадим, приветствую вас. Добрый вечер. Кроме непосредственно медиков, с пациентами также будут работать психологи? Да, Алексей. Безусловно, их помощь крайне необходима людям, чья жизнь поменялась в одно мгновение. Есть статистика по минно-взрывным травмам, которые ведут военные медики. Большинство пострадавших при взрывах до 88% попадают в больницы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии с выраженными нарушениями жизненно важных функций организма. У таких раненых нередко отмечается спутанное сознание или его отсутствие, дезориентация, ретроградная амнезия, расстройство болевой чувствительности, что значительно затрудняет выявление характера травмы. А восстановление, как правило, растягивается на 3 месяца и более. Детонация любого взрывчатого вещества несет с собой серьезную угрозу. Температура в эпицентре взрыва повышается до 3000 градусов. Из-за мгновенного расширения вещества возникает ударная волна с давлением до 12,5 тонн на квадратный сантиметр. Добавьте к этому осколки, разлетающиеся со сверхзвуковой скоростью. Даже мелкие отломки, осколки окружающих предметов, цементные штукатурки, стул разорвался, металлический фрагмент, даже небольшого размера, пусть это будет полсантиметра, сантиметр, уже при большой скорости перемещения и прохождении или прошивании туловища человека, уже могут привести к летальному исходу. Но представляете, какая-то, пусть там небольшая песчинка-дробинка, но она проходит через грудную клетку, через легкое, через сердце или через какой-то сосуд, через аорту, например, и вызывает разрыв. То есть от этого тоже можно получить летальный исход. Тяжесть состояния объясняется тем, что человек получает сразу целый комплекс повреждений. Помимо осколочных ранений, это ожоги, ушибы и контузии. Нередко при взрывах отмечаются ушибы сердца, что чревато кровоизлияниями, и ушибы легких, которые при осложнениях приводят к развитию пневмонии. Не стоит забывать о большой кровопотере. В 50% случаев она составляет от 1 до 2 литров. Одна из целей первых неотложных операций, призванных сохранить жизнь человеку, именно остановка кровотечения. Практически в 80% случаев при взрывах фиксируется повреждение головы. Большие цифры связаны с тем, что даже у тех, кто находился достаточно далеко от эпицентра, отмечаются сотрясения и ушибы головного мозга. Половина пациентов с минновзрывными ранениями груди, проникающими осколочными и переломами ребер. Каждый четвертый получает серьезные повреждения конечностей. Последствия взрывов опасны тем, что травмы, по сути, усугубляют друг друга. Однако физические и психологические травмы это не приговор. Дополнительное восстановительное лечение, помимо необходимых оперативных вмешательств, позволяет человеку справиться с ситуацией. Например, остеопатические процедуры, согласно статистике, улучшают показатели активности у пациентов на 23%. И существенно снижают показатели усталости и реактивной тревожности. Сейчас с пострадавшими во время взрыва в колледже работают лучшие врачи. И как уже прозвучало, помогают им в том числе военные медики. Алексей? Спасибо, Вадим Заводченков. О шансах. Субтитры создавал DimaTorzok